Третий, так сказать, обзор, третья часть обзора, и время показывает изначально 25 минут, но потом она говорит 14, все-таки, наверное, на камеру. Вот это мне пришли, вообще пришло двое таких, Tomorrow, Эйвановских духов в подарок за заказ, за мой первый. Ну, в общем, для меня они пахнут диклофосом, я не знаю, что в нем такого приятного, почему они так нравятся некоторым девушкам, но невозможно, стойкие и пахнут диклофосом, спрей. Мы его тут чуть-чуть попрыскали, он, кстати, был изначально неполный, попрыскали мы его там девчонками, на момент пахнут или нет, нравятся или не очень. Пахнут-то, конечно, пахнут, еще как пахнут, жутко пахнут. Так, вот тут я уже их расставила, снова вместе чуть-чуть сдвинув. Так красиво, красиво, понимаемый обзор совершенно, местами несовершенен. Что-то я там даже забыла как-то сгруппировать. Вообще, изначально хотела я сгруппировать по ароматам, даже не то, что по сериям или фирмам выпускающим, а именно по ароматам. Так же, как вот Пурбланку там с чем-то таким, эту Оду любви по ванильности, зеленый чай, с зеленым чаем, так сказать. Так, это у нас малютка Нероли. Кстати, вот по поводу Нероли. Стойкие, парфюмированная вода, этот секрет десанс, секрет эссенции и фраше. Такие, в общем, они мне напоминают и одновременно цветок апельсина и цветок вишни. Я все хочу разориться на большой флакончик, но меня, честно, душит жаба 2 с лишним тысячи отдавать за 50 или 75 миллилитров. В общем, вот такие вот малютка. Пришли они мне в подарок. Одни в подарок я подарила одной своей одногруппнице. Олеся, если ты меня смотришь, привет тебе, если не смотришь, ну да ладно. Такс, это у меня амбровая вуаль. Заказывала я ее миньками. Вот, ну вот маленькие, такие называются миньки, в принципе, за глаза и за уши. Тоже и фраше, и тоже секрет десанс, секрет эссенции. Ну, они такие, не знаю, с чем сравнить. Немножко похожи на Ирию. Местами они вроде как такой очень сильно женский такой бабий старушечий, как моя тетушка говорит, запах. Вот я их сейчас открыла. Сейчас попробую я их нюхнуть. В общем, сейчас они мне напоминают даже ладан какую-то рождественскую елку. Причем такую православную рождественскую елку. Но они стойкие. Так, это вторая из Леванты, это Хьюго Босс. Не помню, чем пахнут, но кто их пользует, наверное, помнит. Обещаю, обещаю, когда-нибудь сделать обзор нормальный. За тестами. Это вот та самая подделка на кост. На фотографии я тогда не разглядела. И потом я не думала, что, во-первых, не знала, что бывают подделки. А во-вторых, когда девушке вроде как отсылаешь что-то свое и качественно, то думаешь, что вот это тоже качественно. Ну, называется доверяй да проверяй. Посылала она мне это в поменяшках. Чем оно пахнет, я не помню. Ну, я пыталась понюхать, но от каких-то из них у меня вот реально, как пишут в отзывах на сайтах, я потом почитала про эти подделки, вызываются аллергии. Вот у меня просто я чихала от них. Может, когда они кому-нибудь понравятся и кто-нибудь их заберет себе. Только, надеюсь, со спросом. Обычно у меня есть такие знакомые, которые приходят, тырят духи, а потом ты узнаешь, что у тебя от коллекции немножко обла. Ну, я стараюсь с ними сейчас не общаться, с такими знакомыми. До нуля привет, так сказать. Так, это вот тоже зе он. Ощущение, что у меня три таких она. В общем, это потому, что где-то я их еще видела. Это Дольче Габанна. Отливанты. В общем, девочка где-то мне сделала действительно отливанты. Самое интересное, что про отливанты я узнала тоже как раз именно в поменяшках. В группе Эриске Таиф Роше Россия закрытая, теперь, кстати, группа, как говорится, анально огороженная. Ну, в общем, как мне объяснили, то в пустые флакончики отливаются элитные духи. Я-то хотела Блюлайт, но Блюлайта у нее не было. Я подозреваю, она даже не представляла, что это такое. Так, это, видимо, Нина Ричи. Хоть бы яблочко нарисовали, что ли. В общем, вот такие вот. Тут, кстати, их даже, ну, как-то немножко. Это у нас Зиадор или как-то так. Я даже не гуглила, не представляю, что это. Тоже какие-то отливанты. Был еще у меня один такой флакончик пустой. Там было немножко капелек фурбланки. Я его помыла, и сейчас у меня в нем находится мой спрей, так сказать, дезодорант имени меня с гидролатом розы. Это что-то вообще без названия. Все-таки я его попробую сейчас понюхать, хотя на мне амбровая вуаль насильно и надолго засела. На самом деле они такие нежненькие, ну, ближе к сладкому. Скорее всего, какая-нибудь туалетная вода, которая не очень стойкая. Что-то такое даже очень знакомое. И, кстати, пахнет огурцом немножко для меня. Так, это тоже что-то такое неведомое. Тоже какие-то загадочные отливанты от Даши. В общем, что-то между амбровой вуалью и чем-то сладким. Или у меня просто вуаль уже все перебило. Так. Это... Гуччи. Что-то... Что-то Гуччи. Такой. Где-то на две трети полный флакончик. Это тоже что-то неведомое. Сейчас я попробую узнать, что это неведомое. Очень легкое и почти не ощущающееся. Но что-то такое свежее. Ну и последнее-то у нас что-то черное. Из тех же самых отливантов. И вот, кстати, оно похоже на вот это вот с огурчиком. Где-то там у меня было. Тот же самый аромат. Отдающий огурцом. Есть какие-нибудь духи, отдающие огурцом люди? В общем, это, видать, отливант этих огурцов. Ну и вот такая у меня коллекция парфюма. Может быть, даже несколько больше, чем нужно среднеэстетической девушке. Возможно, сзади фоном записался будение моего компьютера. Где сейчас закачивается вторая часть видео. Ну, если вы были со мной до конца, то спасибо вам. Вообще спасибо за просмотр. Ну и надеюсь, до следующей встречи. Пока.